Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видео мы с вами посмотрим на грядущее обновление Xbox One. Буквально на днях было выпущено новое обновление для инсайдеров, которое видоизменило самую главную страницу консоли Xbox One, а именно так самый называемый дашборд. Помимо самого разбора дашборта, я вам расскажу о нововведениях, о новых функциях, которые будут в следующих обновлениях, ну а также дам комментарий обо всех этих изменениях, и давайте все-таки начнем. На самом деле, уже давно не выходило всяких глобальных обновлений, которые прям что-то кардинально меняли, и вот наступил тот момент. Перед вами обновленный дизайн дашборта консоли Xbox One. Сколько его меняли, ребят, это просто ужас, наверное, раз в 7, если не ошибаюсь. Сразу скажу, что видео не мое, это видео какого-то инсайдера, и данное обновление доступно абсолютно всем, кто находится в альфе кольце инсайдеров. Поэтому, если вы там находитесь, скачивайте и тестируйте. Сам я не тестер, поскольку не люблю возиться со всякими лагами и недоработками дашборда. Он иногда и без них неплохо так лагает. И давайте все-таки начнем наглядный разбор данного дашборда. Изменения можно на самом деле заметить невооруженным глазом. В большей степени они коснулись вкладок миксера, комьюнити и стора. Теперь все они переехали, так скажем, на место там, где находились мои игры и приложения. То есть раньше было так, чтобы нажимать РБ, вы переключались между ними, сейчас это убрали вниз. Сами же мои игры и приложения, они переехали чуть вбок, чуть вверх и справа, как вы можете заметить. Благодаря данным изменениям, теперь вы не будете щелкать бамперами, чтобы переключиться между вкладками. А уже будете спокойно напрямую выбирать то, что вам нужно. Сам дашборд, исходя из видео, он своей сути не потерял. Как я понимаю, можно, как и раньше, добавлять все самое необходимое по вертикали. Друзей, игры и тому подобные приколюхи. Да и вообще, кстати, если так присмотреться, то почему-то новый дашборд стал похож на дашборд PlayStation или Nintendo Switch. Я не знаю, как у вас, но у меня есть такое чувство. Невооруженным глазом можно заметить, что рекламы стало больше. Раньше была одна рекламка сбоку, а сейчас их целых три. Честно, вроде бы как-то все равно, но как-то так себе они смотрятся. По общему виду, Dash стал каким-то неудобным, я не знаю, скорее всего, непривычным. Поскольку мы привыкли к одному дашборду, а нам выкатывают следующий дашборд. Ну как-то, блин, слишком часто изменения, по-моему, происходят. По словам разработчиков, за счет всего этого, дашборд станет работать еще стабильнее и быстрее. Как по мне, это одна из самых главных задач. Поскольку идет уже пятый год, а дашборд иногда капец как лагает. Помимо косметических изменений, Mighty внесут в следующее обновление следующее. Добавят новые голосовые команды, если что, это не касается региона России. И когда коснуться, я в принципе без понятия, скорее всего, никогда. И еще будет отображаться примерное скачивание той или иной игры. Как по мне, это действительно прикольно и удобно. В целом, если смотреть на этот дашборд, пока не очень привычно. И как по мне, сейчас они, видимо, делают так, чтобы дашборд действительно стабильно работал. Убирая оттуда все лишнее и делая дашборд максимально простым. Убирая всякие картаны, снэпы и так далее. Очень жаль, конечно, что они убивают, по сути, истинный смысл консоли. А именно, много задачностей. Но, видимо, таковы тенденции и мало кому зашли такие фишки. Я не знаю, как вам, но данный дашборд мне нравится меньше, чем нынешний. Как по мне, самый офигенный дашборд, самый красивый дашборд, это, наверное, в году 2015-2016. Там и снэп был, и все красиво смотрелось. И самое главное, по моему мнению, он стабильнее всех работал. Ну, на мою память, по крайней мере. Также хочу сказать, что это не полностью готовый дашборд. И, возможно, когда он выйдет абсолютно всем, без всяких инсайдеров, а доступен будет абсолютно всем пользователям, его немного видоизменят. Поскольку, по словам разработчиков, это всего лишь макет. И поэтому, возможно, его как-нибудь подкорректируют. Как только дашборд выйдет, попробуй сделать эксклюзивное формление в стиле GPX для вашего Хуана. Поэтому ставь лойс, если будешь ждать. На этом у меня все. Не забывайте поддерживать канал, подписываться, ставить лайки, комментировать, высказывать ваше мнение, нравится вам дашборд или не нравится. Ваше мнение тоже важно. Можете даже нажать на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о новых видео. И большое спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»